Здравствуйте, дорогие друзья! Мы уже не раз делились со зрителями канала Fornax Film своими данными по продажам того или иного оборудования. Были ролики о банных печах, об отопительных печах. Также мы уже рассматривали твердотопливные отопительные котлы, которые вы активно очень обсуждали. Но сегодня мы не будем выводить формулу идеального твердотопливного котла, но заострим внимание на критичных факторов при его выборе. Почему мы взяли за основу нашего сегодняшнего подбора мощность в диапазоне от 13 до 16 киловатт? Первое. Котлы такой мощности самые продаваемые в нашей сети. Второе, что по сути вытекает из первого, это мощность котлов оптимальная для отопливания дачных домов и домов для постоянного проживания площадью около 100 квадратных метров. То есть для таких домов, в которых себя будет комфортно чувствовать, семья из 3-4-5 человек. И третье, пожалуй, самое главное. Котлы такой мощности становятся отправной точкой для многих производителей при проектировании новых линейек отопительных котлов. То есть базовая модель, которая при совпадении расчетных характеристик с эксплуатационными, которые выявляются при испытаниях, становится основой для масштабирования в большую или даже иногда в меньшую сторону. Так на свет появляются новые линейки твердотопливных отопительных котлов. В большинстве случаев параметры моделей котлов малой и средней мощности как раз находятся в диапазоне до 16 кВт. И эти параметры наиболее эффективны по всей линейке. Долгое вступление, но мы просто обязаны были поделиться с вами этой информацией, донести до вас то, на что мы опирались при подготовке к этому выпуску. Итак, сегодня мы поставим себя на место покупателя и обладая всей доступной информацией, выявим критичные параметры при подборе котла для дома. Не будем заострять внимание на основном правиле подбора котла 1 кВт для отопления 10 квадратов и на факторах, влияющих на определение запаса по мощности, так как в каждом регионе, тем более в каждом конкретном случае, эти параметры индивидуальны. Итак, первый этап отбора мы сделали за вас. Перед вами три котла. Да, всего три, но это котлы, которые стали хитами продаж. Это Magnum 15, Zota Lava 13 и Typhoon 16 от компании Thermocraft. Magnum 15 это огромный по меркам собратьев по мощности котел, самый тяжелый из этой троицы, 184 кг, против 130 у Lava и у Typhoon. Он явно спроектирован только под уголь. А далее поймем почему. Zota Lava и Typhoon немножко в другой весовой категории и даже подходы к определению номинальной мощности у этих производителей разные. Поэтому Typhoon 16 кВт, а Lava 13 кВт. Однако площади отапливаемых помещений у всех примерно одинаковы, до 120 квадратов. Глубина топки. Этот параметр будет важен для тех, кто планирует иногда топить котел дровами. Из нашей троицы, пожалуй, только Magnum будет неохотно переваривать дрова, так как схема отвода дымовых газов не предполагает горение топлива с высоким пламенем, как у дров. А вот объем топки должен быть достаточным для обеспечения длительной эксплуатации на одной закладке топлива. Давайте сравним объемы топок наших котлов. Magnum 15 56 литров, Lava 13 46 литров, Typhoon 45 литров. К сожалению, только Zota указала в паспорте котла длительность работы. В разных режимах она составляет от 6 до 24 часов. А судя по обратной связи от наших покупателей, цифры двух других котлов примерно те же самые. Кстати, если у вас один из представленных котлов, то поделитесь с нами своими наблюдениями, цифрами, какой был рекорд по длительности работы на одной закладке. Уверен, что для зрителей канала Pharnax Film это будет очень интересно. При выборе котла обращайте внимание на наличие заслонки прямого хода топочных газов. Она не только позволяет повысить безопасность пользования котлом, избежать хлопка скопившихся газов, но и в случаях, когда котел установлен рядом с живым помещением, снизит вероятность задымления помещения при добавлении топлива. Удобство чистки котла можно смело ставить на одно из первых мест среди критериев выбора угольного котла. Неизбежно во время эксплуатации внутренние поверхности водяной рубашки котла будут засаживаться. А слой сажи на теплопередающих поверхностях всего в 1 мм снижает эффективность котла на целые 10%. Так что чистить котел придется, и делать это нужно будет довольно регулярно. Выбирайте котел, в котором конструкторы продумали, как сделать эту процедуру максимально легкой и удобной. У пользователя должен быть беспрепятственный доступ ко всем поверхностям котла, который возможен либо за счет широкого створа дверец и естественного наклона теплопередающих поверхностей, либо специальные прощитные дверцы или отверстия, либо еще лучше и то и другое, как, например, в случае с Магнумом. Но чистить котел нужно не только от сажи, но и банально от золы и шлака. Если вы используете топливо с большой зольностью и долго не хотите подходить к котлу, то обратите внимание на размер, на емкость зольного ящика котла. Но не забывайте своевременно опорожнять зольник, так как его переполнение может пагубно повлиять на элементы шуровочного механизма. От перегрева он может выйти из строя. Вот мы и добрались к колосникам. У многих производителей стандартные чугунные колосники постепенно уступают место водонаполненным. У них есть ряд неоспоримых преимуществ. Первое. Это максимальный отбор тепла даже у клеющего топлива, не говоря уже о горящем полноценно. Второе. Это незначительное, но все же увеличение объема теплоносителя, присутствующего в контуре котла. И третье. Водонаполненные колосники не требуют замены, так как благодаря постоянному отводу жара они охлаждают свою внешнюю поверхность. А вот чугунные колосники со временем могут выйти из строя. Но у некоторых котлов чугунные колосники могут быть подвижными элементами, подвижной частью механизма шуровки, дающие возможность встряхнуть топливо и заметно оживить процесс горения. Подключение. Если в помещении, в котором планируется установить котел, ограничено пространство для его установки, то нужно обратить внимание, конечно, на геометрические размеры котла и на расположение его подвижных органов управления, а также патруб для подключения к системе отопления. У наших котлов, у котлов из нашего сегодняшнего обзора, со сторонностью подключения все просто. Патрубки есть с левой и с правой стороны, за исключением, пожалуй, Зоты и Тайфуна. У них патрубок обратки с тыльной стороны, у Зоты патрубок обратки с тыльной стороны, у Тайфуна с левой и с правой, а вот выход горячего теплоносителя находится в верхней части. Да, с тыльной стороны подключение не самое удачное, но так как сзади находится дымоход, то, естественно, места для маневра, для подключения арматуры, трубной арматуры сзади будет достаточно. Котел в любом случае не может быть установлен вплотную к стене, а вот в верхнем подключении подачи, пожалуй, есть своя изюминка, так как в этом случае практически исключено завоздушивание котла и скопление воздуха в верхней части водяной рубашки. Такое решение есть и у Тайфуна, и у Зоты Лава. В заключении первой части хочу сказать, что время и качество работы системы отопления зависит не только от мощности котла, не только от объема загрузки и, естественно, калорийности топлива, качества топлива, в том числе влажности и его температуры, но и от правильной установки не игнорируйте при монтаже рекомендации производителей. Ведь только так он будет работать в тех режимах, которые были задуманы изначально конструкторами при его проектировании. Если вам известны какие-то важные параметры котла при его выборе для современной системы отопления и они не прозвучали в данном ролике, поделитесь своими соображениями или опытом в комментариях, а мы обязательно отразим их во второй части нашего рассказа о выборе идеального котла. Ждем вас в Форнакс, в магазинах и на сайте интернет-магазина форнакс.ру, а также в наших социальных сетях. Спасибо за внимание и до новых встреч, друзья. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!